дорогие девушки здравствуйте очень частый запрос как раз в летний период как обычно как сделать макияж достаточно легким чтобы он не утяжелял чтобы было комфортно чтобы кожа не блестела потому что жарко и так далее я вам сегодня как раз покажу некоторые приемы и декоративную косметику которая поможет вам как раз сохранить вот эту вот легкость ухоженности в летний период летом очень жарко региона конечно разные бывают или это у всех по-разному проходит плюс еще зависит от того какая влажность в вашем городе поселке потому что если например вы находитесь там при температуре 25 градусов за городом это одно состояние кожи а когда вы находитесь в городских джунглях где постоянно все в камне асфальт дома то они как печка работают еще больше нагревают воздух и поэтому получается такой эффект сауны соответственно стойкость макияжа будет зависеть от того как вы проводите день и как у вас кожа реагирует на вот то что вас окружает поэтому бывает что один и тот же макияж он может быть достаточно стойким если вы находитесь в какой-то свободной легкой такой непринужденной атмосфере за городом отдыхаете он может держаться но практически целый день а если вы находитесь в городе и у вас какой-то сумасшедший ритм жизни то макияж может таять значительно быстрее значит это первый момент очень много вопросов по поводу того как скрыть поры очень много вопросов по поводу того что делать когда период менопаузы и есть обильное потоотделение что косметика не держится и конечно же когда проблемная кожа проблемная кожа это может быть разные варианты это например очень чувствительная реактивная что если вы что-то там не знаю на не дотронулись за кожей или съели у вас сразу же есть высыпание или она так настолько раздражительная что очень быстро появляются какие-то красные пятна также может быть это акне или уже пост акне когда от прыщиков остались какие-то рубцы то есть вот есть много нюансов с кожей и вот в первую очередь хотела как рассказать что если у вас кожа очень чувствительна и вам сложно подобрать тональные средства то на сегодняшний день есть идеальное предложение это косметика которая на основе минерал потому что она идет как лечебная и еще очень давно я помню что косметологи вот у кого такая чувствительная кожа рекомендовали как раз использовать именно минеральную косметику и минеральная косметика она как правило это вот такие вот ну как бы рассыпчатые текстуры и ее нужно правильно использовать что значит правильно значит есть там определенные технические моменты сейчас я расскажу и покажу чтобы вы знали и могли использовать для себя поэтому тот макияж который я сейчас покажу он как раз будет актуален для тех у кого очень жирная кожа расширенные поры у вас достаточно быстро конечно же появляется блеск на лице и скрыть поры и при этом контролировать себу есть специальные средства такие например как сухой тональный крем который позволяет дольше сохранить вот этот красивый ухоженный вид и ровный тон кожи и есть еще категория женщин которые вообще не приемлет кремовые текстуры на лице такие как тональный крем консилеры и кажется что очень много вот это вот ощущение я чувствую что у меня есть что-то на лице и вот это ощущение оно настолько сильное что отказываются использовать тональные средства и при этом спрашивают а как сделать красивый макияж но при этом не использовать консилер и тональный крем вот и есть альтернатива это сухой тон еще ощущение тяжести от макияжа это может быть темные цвета в макияже например там темные тени темные помады и в целом темный цвет может тоже создавать ощущение как бы такого большого количества косметики поэтому когда мы говорим про легкий макияж когда мы хотим сохранить вот эту вот чистоту свежесть отсутствие пота на лице то вот как раз те рекомендации которые я сейчас покажу они помогут вам сделать красивый ухоженный вид при этом там где нужно вас будет матовая там где нужно будет будет сияние но в целом будет создаваться вот это ощущение как бы чистоты и легкости что многим как раз актуально именно в летний период теперь давайте я вам все это покажу тоже часто задаваемый вопрос по поводу стойкой косметики я постоянно что-то тестирую сейчас к сожалению сложновато потому что многие бренды ушли из россии поэтому приходится выбирать из того что есть но появляется что-то новое что тоже очень радует и под этим видео я потом оставлю вам чек-лист как раз протестировала нашла те текстуры которые будут комфортные на летний период я сейчас вам все это покажу давайте начнем ну что начинаем мое лицо без макияжа как есть первый этап это обязательно подготовить кожу то есть вы наносите свой уход который вы используете в летний период затем вы берете базу которая создает эффект увлажнение и стойкости и на эту базу очень хорошо будет фиксироваться сухие текстуры в данном случае это у меня а софт скин праймер вот для любого типа кожи с маслом ши со скваланом поэтому будет очень хорошее увлажнение как для кожи нормальные склонны к сухости и также для жирной для жирной кожи тоже очень важно увлажнение наносим на все лицо как обычный крем я честно говоря наношу даже немного и на зону мимических морщин для того чтобы очень хорошо подготовить кожу движение здесь будут такие вот немножечко вращающиеся поэтому здесь вот очень важно чтобы у вас кожа была подготовлена иначе будет не очень хорошее такое скольжение по коже и вам опять же не понравится эффект значит эта пудра точнее сухой тон который сейчас буду использовать он выглядит как пудра сейчас я вам покажу вот все видите появляется такой немного блеск здоровой кожи его хотелось бы сохранить чтобы не совсем была матовая кожа сейчас я буду наносить сухой тон выглядит он под таким вот образом как рассыпная пудра вы немножечко открываете чтобы у вас было буквально может быть там несколько вот этих вот дырочек свободен для того чтобы не переборщить с количеством этого средства затем берете крышечку и крышечку вот таким вот образом насыпайте лучше не досыпать чем пересыпать объясню почему потому что хоть это и рассыпная текстура но у нее шикарное покрытие то есть она маскирует абсолютно все то есть даже если у вас акне проблемная кожа есть такие нюансы как купероз и вам нужно это замаскировать это тональное средство очень хорошо маскирует но для того чтобы получился шикарный эффект нужно использовать специальную кисть кисть кабуки эта кисть вот такая видите она очень плотная с коротким ворсом и скошена вот абсолютно да точнее такая срезанная прямая если вы набираете такой кистью сухой тон набирать нужно вот такими вращающими движениями обязательно первый раз сделайте пожалуйста на руке вот таким вот образом чтобы немножечко излишки убрать потому что если вы возьмете большое количество дотронетесь у вас очень сильно зафиксируется и потом растушевать это будет тяжело поэтому здесь очень хорошо будет работать принцип дозирования то есть вы берете небольшое количество убрали вот тут вот лишнее и начинайте например там с щечки с подбородка и от центра идете к периферии в принципе его как вам удобно самое главное чтобы это были вот такие вот очень легкие движения и чтобы текстуры было немного и что получается посмотрите как здорово ровно все ложится этот сухой тон он сатиновый поэтому остается вот это вот здоровое свечение кожи то есть нету такой абсолютной матовости но как заблюрить поры я сейчас вам расскажу смотрите вы нанесли один раз смотрите как получается если вам вот это покрытие достаточно плотнее не надо вы можете уже на этом остановиться пробую все-таки сделать поплотнее дублирую еще раз еще более ровное покрытие прекрасно сейчас специально делала одну половинку чтобы вам показать как это работает можно немножко затронуть и брови чтобы средства для бровей лучше держались вот посмотрите еще плотнее значит если кто-то скажет что недостаточно плотности пожалуйста можно еще раз в основном она нужна больше в т-зоне потому что более капризная кожа именно нос подбородок вот эта зона все и посмотрите что вообще нету разницы в данном случае с шеей просто одинаковый ровный тон прекрасно теперь делаю вторую половинку вот для сравнения 1 2 есть такой ведь из здоровое свечение кожи то есть она не выглядит такой заматированный чересчур очень важный момент когда вы делаете движения круговые то вы наносите в первую очередь тонда выравниваете его делать однородным все замечательно если у вас на лице есть пушок волоски то обязательно последние действия должны быть по росту волосков то есть вы берете в конце и как будто бы эти волоски вот таким вот образом приглаживаете это важно если вы возьмете сделайте вот так то они могут наоборот стать более заметные поэтому стараемся их немножко пригладить тогда получается отличный результат следующий шаг это консилер консилер тоже теперь есть сухие невесомые и вы знаете очень прекрасно работают в качестве перекрытия различных нюансов вот всегда я об этом говорю что тут нужно все равно деликатная работа потому что у нас в зоне вокруг глаз есть несколько зон которые могут отличаться по цвету или по фактуре например вот эта часть именно вот здесь она более гладкая вот тут могут быть морщинки вот здесь вот цветовые нюансы поэтому когда мы наносим консилер который как раз еще закрашивает цветовой какой-то акцента то вы тут важно не переборщить и очень многие говорят что сколько бы вот не пользовалась консилерами они забиваются я попробовала консилер из этого же бренда тоже такой же сухой только баночка поменьше размером также высыпаете набираете на кисточку небольшой на руку количество потом наносит после этого локально смотрите в зеркало на ту зону где вы хотите немножечко убрать цветовой акцент наносим и посмотрите как хорошо получается и текстура просто невесомо вот здесь ключевое для того чтобы получить замечательный результат вот тут очень важна эта техника наслаивания чтобы вы сначала набирали абсолютно небольшое количество и только повторно один раз второй раз третий раз наносим и тогда у нас получится вообще невидимый эффект от сам самой текстуры но при этом очень хороший результат в плане выравнивания цвета то что все и мечтают посмотрите как хорошо получается можно кстати использовать и на кремовый консилер но можно попробовать и самостоятельно все великолепно только точечно тут хорошо будет работать именно синтетическая кисточка это важно на синтетику текстура пудровая она не забивается в поры в ворсинок поэтому синтетики синтетика очень хорошо отдает средство получается прекрасный результат и смотрите как можно это сделать еще здорово носогубную складку тоже высветлить немножечко очень быстро очень удобно и под глаза также конечно же можно нанести и на верхние века тоже смотрите дозировку не перебарщивайте иначе потом будет тяжело убрать плотное пятно смотрите как красиво ровненько чистенько и ощущение легкости просто вот настолько классно я честно говоря даже не ожидала все-таки вот современное производство не стоит на месте и дает хорошие новые продукты что раньше мы могли бы даже не догадаться что можно вот так сухой текстуры и что хочу сказать учитывая что наносила на вазу вообще нету ощущения стянутости кожи не тянет ничего у меня кожа она нормальная но склонная к сухости тем более сейчас я немножко простыше поэтому вот эта зона красная и когда мы простываем бы на ли все замечали что кожа становится такая боль чувствительная сухая поэтому в данном случае вообще просто великолепно следующий шаг многие слышали про средства которые как затирка для пор да то есть вот сейчас у меня есть легкое свечение замечательно но все-таки на уверенно найдутся девушки которые скажут а вот мне нужно чтобы просто исчезли поры чтобы дольше держался макияж это вот такая вот пудра hd вот она идет с блюр эффектом то же самое высыпаем ее в крышечку тут уже можно кисточку взять поменьше но она должна быть все равно упругая для того чтобы можно было сделать вот такие вот движения как будто бы затираем в поры набирая небольшое количество это пудра не белая она прозрачная поэтому подойдет абсолютно каждый из вас неважно какой у вас цвет кожи и начинаем стирать пор и посмотрите как это работает на давайте с этой стороны я сделаю вот такими движениями там где у меня эта пудра у меня поры просто куда-то растаяли посмотрите идеально просто идеально нос как правило да это т-зона это нос это подбородок это вот эти места и вот смотрите на нашу просто прекрасно я думаю что хорошо видно здесь если нужно выровнять рельеф лица посмотрите ведь что это половинка мне становится такая более плоская опять же носогубные складки уголки губ конечно же вот эта зона у меня становится здесь более плоское лицо таким образом мои рельефы немножко да вот эта зона потом носогубные складки объем вот в этой зоне даже вот сравните эту половинку и эту половинку видите что здесь все таки из-за рельефа лица не кожи а лица до читается изменения теперь я беру опять эту пудру и посмотрите что делается видите что носогубная складка она просто тает матирую здесь и у меня остается какая-то часть кожи сияние а там где мне сияние не нужно там где я хочу сделать поры меньше носогубки меньше уголки губ меньше я как будто бы затираю то есть создаю эффект плоскости посмотрите как здорово и при этом это абсолютно натуральный смотрите на упаковку здесь есть дозатор вот тут вот есть вот такие вот дырочки и вот этот дозатор он посмотрите вот так вот крутится вы можете как раз открыть определенное количество вот этих вот дырочек откуда будут высыпаться средства высыпали а потом обязательно закрываете и у вас таким образом будет все чистенько у вас не будет высыпаться пудра теперь конечно же и вот эти морщинки на лбу а по периметру я оставляю сияющую кожу и создается эффект натуральности нету эффекта маски очень долго держит эта пудра матовый эффект и если что я знаете как дело вместе такая маленькая баночка я сюда ее пересыпаю и ношу с собой в косметичке как только мне нужно подправить макияж я сразу достаю можно даже иногда быстренько если пальчиком или с собой нашу тоже небольшую кисточку для того чтобы всегда была возможность подправить макияж и сделать такой здоровый ухоженный вид великолепно просто и кожу можно трогать следующий шаг для того чтобы придать красивый цвет лицу принципе он и так уже замечательные но я очень люблю румяна в данном случае это у меня палетка сияющая олимпия здесь такой оля холейтер деликатные очень и розовый румяна ну румяна моя страсть я их очень люблю поэтому я их наношу всегда достаточно смело наношу я конечно же на вот эти вот выступающие свои щечки потому что как правило именно здесь румянец и появляется поэтому если мы сюда его нанесем то у нас и получается естественный румянец я румяна не наношу только на зону щек я румяна наношу практически на все лицо я также наношу и немножечко у линии роста волос то есть знаете как бы вот пройти такими движениями масштабными по лицу для того чтобы получился именно натуральный эффект так как это все сухие текстуры то в итоге получается очень естественный красивый румянец и он не только на зоне щек а такой плавный переход и на шею на мочку ухо чуть-чуть кончик носа можно также слегка и на зону глаз и тогда у вас получается вот этот вот идеальный красивый тон кожи смотрите и очень равномерное нанесение поэтому вот такие размашистые движения как раз дают вот такой результат ну все думаю достаточно хайлайтер мы мотировали кожу надо ли использовать хайлайтер очень часто говорят что если у вас кожа склонная к жирности если у вас расширенные поры там и так далее то вам хайлайтер нельзя я скажу наоборот нужно хайлайтер использовать только его используют не на все лицо и не так как молодым девчонкам можно да нанести прямо на зону скул прямо на щечки это будет краситься красиво смотреться нет если у вас широкие поры то вы не наносите сияющие текстуры на центральную часть лица если у вас очень жирная кожа и постоянно появляется блеск в большей степени он конечно же в центральной части так вот чтобы скомпенсировать это и немного отвлечь внимание то конечно же мы хайлайтер наносим вот на эту зону это подсвечит вам скулы и плюс вот это вот свечение деликатное она на себя возьмет ну скажем такой некий акцент и тогда у вас здесь ваша пудра которую вы только что использовали например да вот hd она будет лучше работать поэтому здесь обязательно нужно немного переключить блеск с носа центральной зоны на зону скул вот здесь если у вас кожа блестит это очень красиво там пик брови как обычно точнее под пик брови не немножко верхний контур губ вот плюс в данном случае конечно будет здорово если и губа будут блестящие и если тени будут тоже немножко с блеском и таким образом получается что вот эту пудру которую вы используете который дает матовый эффект вы запудрили все лицо но все равно блеск появится он появится в первую очередь именно в этой зоне в центральной то у вас опять будет контраст здесь матовая а тут блестящая поэтому обязательно используйте хайлайтер деликатно но вот на эти зоны пускай вас здесь блестит а тут будет матовая следующий шаг подкрашу брови это у меня минеральные тени для бровей серо-коричневый вот такие тени и немножко кисточкой прорисовывают очка до тени хорошо пигментированы рисунок тени получается просто на раз-два тем более когда у вас правильная такая скошенная кисточка то у вас получится очень быстро и будут держаться хорошо если мы зафиксируем специальным фиксатором для брови или или мы можем вообще зафиксировать весь вот этот макияж который выполнен сухими текстурами специальным спреем для фиксации макияжа что это дает я щас вам объясню этот прием очень круто работает не знаю мне кажется еще не все поняли прелесть фиксатора для макияжа но он очень хорошо сцепляет сухие текстуры и кремовые текстуры на лице то есть мы сначала нанесли средства по уходу за кожей замечательно это кремовая текстура потом мы нанесли базу которая увлажняет и придает стойкость макияжу это тоже кремовая текстура потом мы нанесли сухие текстуры пудровые и вот для того чтобы вот это сухие текстуры и кремовые между собой хорошо соединились если мы воспользуемся спреем для фиксации макияжа то тогда получается что эти две текстуры дают вот эту очень хорошую цепкость между собой и кожей таким образом макияж становится более стойкий поэтому если вы хотите усилить длительность красоты своем коже то тогда вы используете уже практически на макияж спрей для фиксации макияжа спрей для макияжа можно использовать по-разному например у меня еще нету теней но уже есть сухой тон консилер румяна пудра hd и вот брови докрасила и так можно его использовать перед макияжем он тоже будет давать вот этот эффект фиксации и также можно использовать на макияж и в течение дня можно подправлять что значит подправлять в течение дня все зависит от того какой у вас где где вы работаете где вы живете например там в одном городе этом плюс 25 это нормальная комфортная погода а в другом городе особенно в каменном да где очень много каменных каменные джунгли короче говоря то в таком городе от зданий и от асфальта идет очень сильное испарение я живу в петербурге я значимо говоря у нас если 25 градусов то это просто жесть ты просто идешь и все течет то есть все зависит от того еще какой у вас климат поэтому стойкость макияжа она зависит не только от косметики от вашего организма и как вы проживаете этот день где вы находитесь в загородом или вы на работе вы в офисе у компьютера кондиционер есть нету поэтому наша кожа она очень скажем так и пластичная и она ведет себя в зависимости от внешних условий и поэтому подправлять макияж в течение дня будет зависеть от того какой у вас день нет такого что сколько надо два раза или три раза если вам очень жарко то тогда пожалуйста вы можете подправить макияж течение дня там например там ну там один-два раза кому-то достаточно с утра нанести и практически только вечером можно немножко подправить поэтому вы здесь контролируйте сами самое главное красивый вот этот ухоженный вид вот вы сделали макияж вы можете сделать это утром фиксацию можно в течение дня и на расстояния вытянутой руки то есть вытягиваете руку и прыскайте на лицо чтобы была такая знаете вуаль не надо прыскать слишком близко в принципе вот этот вот эффект запечатывания он происходит практически мгновенно но мы после того как спрыснули появился небольшой блеск от того что это средство она тоже увлажняющая с экстрактом кстати ромашки зеленого чая что дополнительно дает эффект успокоения для кожи то есть течение дня когда появляется краснота то есть мы как будто бы ее приглушить вот вы сделали например у вас немножко может быть уже ушел тон около носа это может быть тот тональное то тональное средство которое только что наносила сатиновое или это может быть пудра hd и вы наносите ее на центральную часть лица таким образом получается у нас еще более стойкий эффект поэтому вот этот приемчик можно сделать сразу после того как вы нанесли макияж и в течение дня для того чтобы подправить макияж и всегда выглядеть такой чистенькой ухоженной почему чистенькая потому что когда лицо очень сильно блестит ощущение такой знаете как бы потливости поэтому в данном случае то что центральная часть матовая вот это отдает ощущение такой как бы чистоты и свежести а в летний период не очень удобно когда тяжелый макияж тяжелый макияж он может быть по текстурам это когда например таки плотные кремовые текстуры и тяжелый макияж может быть из-за того что темные цвета там тени или по помады поэтому чтобы сохранить вот эту легкость я сейчас делаю рисунок теней такая натуральная палитра мне кажется община универсальная подходит абсолютно всем сначала как обычно я беру более темный цвет на кисточку и на практически все века наношу быстренько растушевываю получается такой очень деликатный красивый оттенок смотрите все уже глаз раскрылся второй глаз так как у меня уже есть там основа в качестве корректора поэтому тени просто ложатся очень быстро и легко они знаете как чтобы с одной стороны очень хорошая цветопередача а с другой стороны нету такого эффекта яркого пигмента на лице на глазах когда приклеиваются к консилеру тени или например там база под макияж которую вы наносите когда она кремовая она бывает дает эффект вы где-то нанесли а где-то вы не растушевали и там где вы не растушевали пигмент приклеивается значительно ярче и тогда получается рисунок теней пятнами когда у вас немножечко как будто бы припудренная поверхность то по припудренной поверхности тени посмотрите они просто скользят цветопередача хорошая но нету пятен и у вас макияж становится просто за две минуты не каждые тени между прочим можно так растушевать вы наверное тоже замечали эти же тени снизу чтобы увеличить глаза прекрасно это был только один цвет вот этот сейчас я возьму серенькие и нанесу их на подвижное веко и здесь немножечко сияния как я говорила что очень хорошо в летний период чтобы у вас блестели губы блестели глаза потому что это идет такой вот очень хорошее отвлечение внимания от блестящей т-зоны а розовенький такой цвет можно немножечко нанести в качестве такого как хайлайтера но я уже наносила можно продублировать под пик брови немножечко на внутренний угол класса слегка ресницы последние штрихи и готова блестка для губ и так мы берем румяна наносим как обычно сюда сюда на глаза и у нас получается макияж единый то есть вот эти вот штрихи на глаза на щелки на нос остатки когда на кисточке уже чуть-чуть осталось румян можно на центр лица и тогда получается единая композиция ну вот посмотрите мне кажется отлично получилось очень натурально вот я сейчас смотрю зеркало близко и я понимаю как как круто смотрится кожа действительно поры практически отсутствует можно кстати еще тоже для более такого хорошего эффекта когда нужно чуть-чуть поплотнее использовать и спонжик можно вот таким вот образом и все больше как бы все это припечатать чтобы было вообще незаметно вот это конечно очень круто и и я хочу сказать это будет тоже замечательно для тех у кого работа связанная со съемками для того чтобы в экране вы смотрелись ровненько чистенько потому что очень часто бывают софиты они настолько дает такое знаете как бы отражение софитов в лице то есть кожа выступает как зеркало и получается что она очень блестит поэтому например дикторов постоянно припудривают для того чтобы лицо смотрелось естественным так вот для камеры естественно когда она будет абсолютно матовая а для жизни матовость в центральной части лица дает ощущение отсутствия пор и конечно я хочу вам сказать вот это вот ощущение легкости в лице очень здорово чувствуется как будто бы у меня нет макияжа и самое главное нет эффекта стянутости вот такие вот рекомендации для летнего макияжа чтобы сохранить матовость стойкость чтобы при этом был легкий не утяжелял чтобы вам было комфортно как я уже говорила подходит это для девушек у кого кожа склонная к жирности у кого расширенные поры кто не любит текстуры плотные кто не любит вообще ощущение кремовых текстур на лице как тональные средства консилеры вот тогда эта косметика и вот эти приемы технические которые я сегодня показала вам помогут чувствовать себя более уверенно и красивой спасибо вам за внимание если у вас есть какие-то пожелания по другим роликам другим темам я с удовольствием прочитаю и сделаю такой эфир если вам понравится видео поставьте пожалуйста лайк и до новых встреч до свидания